Совсем я забыл про наших спонсоров, Далимошен и Тессора, которым нужно же, конечно, объявить благодарность искреннюю за то, что они есть. И за то, что есть эта замечательная лига, благодаря им. Ну и, конечно же, благодарность всем тем, кто купил билеты, увеличил призовой фонд, смотрим. Вичдоктор ФНГ пошел поставить варды. В это время 4 игрока команды Power Rangers готовы выступать вперед, оставится оборонительный вард от Cloud9. Они понимают, что вначале драться один на один будет достаточно тяжело. Пак в итоге танкует, у него есть возможность. Смотрим, Пак видит все прекрасно, уходит, контролирует ситуацию. И, в общем-то, все хорошо заканчивается. Для него пайлайдай, какая ошибка, это минус пайлайдай. Ну, как же он так ошибается, очень грубо. Может сейчас умереть, но нет, уходит. Хватает ему виндрана для того, чтобы убежать. Да, что-то сейчас непонятное сделал шведский игрок, сам понятное. Из серии я вижу, что мне идут разбивать лицо, и все равно я вижу... И все равно я иду умирать. Чеширский кот. Видел чеширского кота, по-моему. Нет, не видел его Crystal Maiden, но его видит пайлайдай. Пайлайдай, кстати, который его преследует. Пайлайдай у нас играет на виндрейнджер и Аю на Цемке. Это два суппорта. Соло мид инволкера Цинксинга. Пак на легкой линии. И лайфстилер на харде. Кстати, лайфстилера ставят пока что на фрифарме. Он очень хорошо себя чувствует. Виндрейджер начинает аттачить за XC. Это очень неприятно и больно. Более того, есть виндран. Crystal Maiden добивает большого и толстого сатира. Конечно, очень приятно. Никс собьет ей сейчас ману. И это очень неприятно. Но Никсу здесь явно тяжело. Будет ему негде получать абсолютно экспо. Он пытается выйти подхарасить пайлайдай. Выходит, видит его. Ну что, здесь есть виндран. Кулд снэп. Да, и за XC, конечно, тяжеловато будет. Очень-очень много потерял. ХП Цинксинг тем временем фармил. 5-2 у Цинксинга. 5-0 у Энви. Отличные гриппстаты. Винга снизу, конечно, фармит. И достаточно неплохо. Но Бон Севена... Ну как? Как вы здесь убьете паха? Я не знаю. Встан! Шифт уходит. Успел идти в шифт. Если бы успел застанить его Мун, были бы шансы. Но сейчас шансов нет никаких. И опять Бон Севен начинает разводить героев соперника на вот такие вот выкрутасы. И опять он здесь спасается, как Цинксинг в первой игре. Но Никсе перетягивается Пайлайдай к нему. У Инвокера тем временем на миде все просто отлично. И Лайфстиллер на фрифарме на верхней линии. Это достаточно опасно на самом деле сейчас выглядит для команды Power Rangers. Потому что Лайфстиллера отпускать, конечно, очень не хочется. Чеширский кот тем временем первого левела с нулем крипов не делает практически ничего. Он чекает руны. Ну тяжело ему не выйти наверх никак. Абсолютный Ферстблад тем временем снизу. Operation забирает Windranger. Witch Doctor забирает Пак и Пак уходит. Ферстблад в третьей игре остался вне нашего внимания. Ну и все-таки Пак сделал килл на Witch Doctor. Потеряли хотя Windranger на ФБ. Но опять же это такая терпильная линия сейчас у Cloud9. Они умудрились здесь разменяться. И, конечно, Паку тяжело. Но он уже почти четвертого левела. Сверху Никсу вообще даже подступить крипам не дают. Еще и ЦМка напрягает мид параллельно. Witch Doctor. Да, ну Синг-Сингу здесь нужно быть аккуратнее. Выходит Crystal Maiden. Нет у нее еще Crystal Nova. Поэтому не стоит ей агрессировать. Ну и, в общем-то, уходит ЦМка. Выходит Никс. Но Никсу здесь уже невероятно тяжело. Потому что Энвита получил аж четвертый левел. У него в скором времени могут появиться Фейзы. И когда у него появятся Фейзы, это будет крайне неприятно для Никса. Потому что Никса он будет убивать. Он и сейчас-то достаточно неплохо смотрится против Никса. Но дальше будет еще жестче. Смотрим. Operation. Нет, это Witch Doctor скастовал Маледикт. Продамажил немножко Windranger. Потеряет здесь ХП. Ну, кстати, ХП еще 50, наверное, потеряет. 30 потерял. 270 остается. Нормально все у Windranger. Witch Doctor, правда, вообще ничего не потерял, кроме как раз-таки Маледикта. Сверху у Никса проблемы. Он отстанивается. Есть Карапасы. Нужно включать их. Карапасится. Ой, новый в этот момент Рейдж включает Лайфстиллер. Делает Ласт Хит. И Никс умирает. Никс, который успел получить второй левел. Ну, ЦМка, тем временем, уже третья. И наполовину четвертая. Да, конечно, Чеширскому коту здесь будет очень тяжело. Это Никс. Ему нужно совсем немного для того, чтобы стать полезным. Ему нужен небольшой левел. Ему не нужен особый фарм. Но на линии здесь ему появиться не дадут. Здесь уже у Eternal Envy пятый левел. И Фейзы. Ну, бежать от него будет проблематично. 26 крипов. 20 крипов у Муна. У Пака всего 4. У Никса 3. На миде 19 у Инвокера. И 9 у Деспрофит. Очень сильно проигрывается мид. Банки. Влетают. Очень здорово. Уходит Shift вовремя. Но Пайлайдай умрет. Сайланс. И все-таки уходит Bone7. Но Пайлайдай умирает. J4 остается очень мало ХП. Телепортируется он домой для того, чтобы подхилиться. Тем временем Никс успел забрать Инвиз. И убегает. Спешно. Ему всего лишь второго левела. Он ничего абсолютно не сделает ЦМки. ЦМка в то время уже почти четвертого левела. Сверху Вичдоктор с Челлингтачем. Попробует что-то сделать. Можно по двоим попробовать. Отстанется. Ой, сейчас как может быть опасно. Заходит в линеечку. Ну, Аю убьет. Аю убьет. Но у Вичдоктора также проблема. Его очень здорово раскастовывается в него Кристал Мейден. Более того, посмотрите. Посмотрите на Лайфстилер. Садится в крипа. Сейчас может вылезти. Вылезает у Чижирского Ката. Не остается практически ХП. Он пытается отъесться. Уходит. Тем временем у Диспрофит остается 75 хинкпоинтов после атаки Пайлайдая и Сингсинга. И опять Диспрофит в минусе. И опять Диспрофит вынужден отступать. В то время как Пак фармит против Винги. И достаточно неплохо. Уже почти шестого левела. Ну все. Лайфстилер начал доминировать в этой игре. Я не знаю, что он здесь... Как его вообще остановить? Вот на такой стадии собираются игроки команды Power Rangers. Очень сильно они его отпустили вперед. И придется сейчас большими силами что-то пытаться с ним придумать. В то время как у них-то этих больших сил особо и нет. Аппарат с сапогом. Вичдоктор вообще голенький. Подходит Никс, у которого почти четвертый. В то время как Лайфстилер уже седьмой с половиной левел. Ой-ой-ой, это так много. Больше чем у Пака, Винги, у Инвокера. Хотя они стояли соло. И Нетворс тоже самый большой. И уже начинает фармить лес. Выходят два саппорта команды Power Rangers. Может попытаются сейчас как-то забрать. Рейдж не успевает прожать Eternal Envy. Какая ошибка. Ой-ой-ой, здесь Eternal Envy конечно может очень жестко затерпеть. Заканчивается Рейдж. Это минус Eternal Envy. Последняя тычка Маледикта. Ну и не знаю, по-моему сейчас пинг сказался в чистейшем виде. Потому что стояли ворты, все он абсолютно видел. И не успел просто-напросто нажать рейдж. Что для игрока такого уровня весьма странно. Я думаю, что здесь сказался пинг. Все-таки европейский сервер, все дела. Может быть не выспался где-то. Но безусловно неприятно. Зикс Ция почти выформил свои фейзы. И перетягиваются саппорты. Что хорошо для Power Rangers. Они активно действуют вот в эти минуты игры. В начальные. У них идет хорошая активность, как во второй игре, так и в третьей, и это все приносит им свои плоды. Да, где-то там везет, где-то, может быть, какие-то дополнительные факты рассказываются, у Винги могут быть проблемы большие, но нет, отпускают ее. Отпускают Вингу, не стал за ней тянуться, перемещается на Митвинга, очень странные какие-то передвижения. Пак тем временем на легкой линии фармит все лучше и лучше. Да, мы видим, что если сравнивать Пака и Никса, они примерно на одинаковых позициях, то, конечно, у Никса ситуация гораздо хуже. И вот такой смелый шаг от Рейнджеров, они заходят с третьим террором Винги, с ультом Деспрофит на Рошана. Это хорошая, хорошая тема, достаточно, можно сказать, даже стандартная, потому что ульт Деспрофит весьма здорово помогает собирать Рошу. Это минус Рошан на восьмой минуте, очень ранний Рошан. Винга забирает Аегис. Ну что, вот теперь-то как раз вот с таким мидгеймовским пиком Пауэрэнджерс у них есть преимущество, у них есть хорошее преимущество после этого Рошана. Да, Клауднэмс еще ведут по золоту, но сейчас эти графики упадут вниз. Ну и, ну хотя, да, преимуществом это назвать сложно, все-таки как-то Клауднэм много имеют, очень много. Видимо, отход на Рошана стоил, конечно, тоже потерю времени. Ну, я думаю, что это очень-очень многое дало сейчас этот Рошан. В любом случае, если не преимущество, то хотя бы ситуацию сравняли. Бон Севен выходит в быстрый даггер, судя по его артефактам, и этот быстрый даггер у него уже не за горами. Против него будет играть Джей Фо, пока что нужно быть осторожным, потому что пак может за ошибку наказать. Твинга, нет еще свапа. Никс фармит шестой, очень нужен шестой левел. Вот не хватает шестого левела Никсу. НГ перетягивается на Тов. Здесь Пайлайдай. Нет, ничего не дал сделать. Вышка дынается сверху. Пытаются, пытаются, пытаются забрать Пайлайдая, но не успевают. Он уходит с ТП. Это видят прекрасные игроки Пауэррэнджерс. Да, на всякий случай прочекали еще что-то. Барабан покупает Этернел Энви. Разом. Девятая минута. 9.30. Орбу в Веном. Фейзы и барабан. Очень хорошие артефакты. Видим, что Дес Профит до сих пор не имеет Сайланса. Значит, не собирается еще активно драться. Можно было, кстати, на Иншентах остаться сейчас и немного пофармить. Но Лайфстиллер, судя по всему, какую-то другую точку наметил для себя. Может быть, с Паком скооперируется. 1800, почти готов даггер. Кристал Мейден выходит вардить. Ставит вот такой вот интересный вард, который видит руну. И вообще много чего видит, но при этом сбить его достаточно тяжело. Потому что в этом месте никто не ищет вард. Ищут либо вот в этом. Что меня на карте не рисует? Либо вот в этом. Цемка продолжает качать леса. Ой-ой-ой, Лайфстиллер нашел хосту. Это очень опасная ситуация для Дес Профит. Да, и судя по всему, здесь замедление. Ульт Дес Профит. Ну, тоже, знаете, неплохо сыграл. Потому что сейчас развел. Тем временем Виндрейджер погибает. Но Лайфстиллер летит на топ. Лайфстиллер все еще есть хоста. Ульт Пака шикарный. Пытаются съесть Вич Доктора. Какой урон от Вич Доктора. Лайфстиллер садится в крипа. Нужно вылезать из крипа. Но у Винги Аегис. У Винги неплохой урон. Неплохое количество армора. Ульта Парейшн должен добивать Лайфстиллера. Минус Лайфстиллер. Раскастовывается ЕМП. Мун теряет всю ману абсолютно. Но есть ману на стан. Должен успевать выкидывать стан. Не успевает. Пытается откинуть в Пака. Да, Пак уходит в шифт. Отличная игра. Но все-таки Пак погибает. Последняя тычка. Бон Севен. Бон Севен отдается. Да, вот это Винга. Вот это хорошая Сэмми. Винга, вы видите, какой она имеет потенциал. Все-таки количество армора. Это не дуй с единичкой армора. Это Винга, у которой 9. И количество ХП не такое уж и маленькое. И урон неплохой. Но все-таки здесь я бы сказал, что очень хорошо подрались Клауд Найн. Они... Нет, они потеряли Пак. Они потеряли Лайфстиллера и Виндрейнджер. В размин на Вингу. Аегис... Ну, нормально, да. Клауд Найн неплохо подрались. Хотя... Учитывая, что они дрались под своей вышкой, в общем-то, видно, что Пауэррэнджерс имеют определенный запас. Смотрим, будет выход сейчас на Пайлайдае. Должен станет его Никс. Станет. Очень вовремя. Маледик. Тульта Парейшна. Минус. Да, пока что Пайлайдае выглядит очень неважно. С самого начала игры он какой-то расхлябанный, расслабленный. И сейчас у него уже 0.4. Что у Пака? У Пака из-за его смерти до сих пор нету Даггера. И это очень печально. Ветерки плюс ЕМП есть у Инвокера. Будет возможно раскастоваться. Видели подошедшего Инвокера. Пак. Откидывает. Уходит шифт. Пошло ЕМП. Проблема у Пака. Ну, нету Никса абсолютно маны. Его форстаффит Инвокер. Я имею ввиду Пака форстаффит Инвокер. Ну и, в общем-то, здесь дают вышку, судя по всему. Или будут драться. Нет. Скорее всего отдадут эту вышку. Колд снэп. Но под хилом Вич Доктора. И Никса убить тяжело. Пошел ульт тем временем. От Парайшн на топ. А, Винга вырывается. Есть свап. Свапает, но Рэйдж успевает нажать. Лайфстиллер. Пытаются его убить. Неужели убьют? Убивают Лайфстиллера Вич Доктор. Физический урон ультимейта. Все правильно делала Терна Ленви. Нужно было телепортироваться. После свапа сразу Рэйдж телепорт. Но как быстро убил его Вич Доктор. Неужели Пау Рейнджерс лишат Клауд Найн выхода в плей-офф? Они очень близки к этому. Они просто наращивают мощь и идут просто катком. Несколько удачных атак в начале. Рошан. Потом еще несколько удачных разменов. Но сейчас Пак покупает Даггер. И скорее всего будет попытка сделать хорошую инфест-бомбу. Посмотрим. Но преимущество-то. Преимущество-то у Клауд Найн до сих пор. Но должны сейчас перехватить по золоту. Снесли столько вышек. И по XPO Клауд Найн. Это плохо. Это плохо для рейнджеров. Они должны иметь больше с таким пиком. Но как-то вот все время ухитряются Клауд Найн. Где-то находить дополнительный фарм. Смотрим. Пак инфест-бомба. Здесь же Аю. Седьмого левела. Пак почти девятый. Да, конечно. Конечно, вот это начало. Опять самая-самая ранняя стадия игры. Сказалось. У Винги могут быть большие проблемы. Смотрим. Сайланс. Раскастовывается. Вичдоктор. Рядом. Откидывает каски. В шифт уходит Пак. Сайланс. Все еще живая Винга. Подхилл. Минус Кристал Мейден. Ой, как хорошо. Винга живая. 200 кп у нее остается. Это очень важный сейчас был момент, что Вингу сохранили. Удачный свап на Вичдоктора. Вичдоктор с хиллом. И Вингу уже оказалось совсем не пробить. Тут Кипака еще не максимальный левел рифта. Недостаточно урона. Плюс Винга толстая. Вот за счет этих барабанов вы посмотрите 1200 кп. Армора все больше. Диаевская ботомная тавера под атаком. Несмотря на то, что мы видим на графиках, я думаю, что сейчас все больше Пау Рейнджерс перехватывают эту игру. И если продолжат, они действуют в таком духе, должны победить. Смотрим. Пайлайдай. Не успел даже Виндран заюзать. Боже, какой урон. Ну куда? С подводной лодки Маледикт и минус Виндрейнджер. Вичдоктор забирает фраг. 12-5 по фрагам. Все еще сильно не проигрывают Клауд Найн, но... Все лучше и лучше игра получается у Пау Рейнджерс. Остается им только какое-то, не знаю, в решающее давление перейти. Пара удачных гангов, которые будут переведены в пуш. Снос вышек и, возможно, снесенная сторона. И тогда уже можно будет только сказать, что да, Рейнджеры впереди. Минус вся мана у Винги. 135 мана остается. Это, конечно, очень мало. Деспрофит. Два брейсера. Такая сборка. Парк телепортируется домой. Кончилась вся мана абсолютно. Просто ужасная игра. Пайлайдай в этом сете. У него ничего не получается в этой игре. Инвокер неплохо себя чувствует. Барабаны. Форстав. И Тернел Энви засел на Эншентах. Понимает, что за последние несколько минут у него Нетворс ни чуточку не вырос. И ему нужно, конечно, фармить. Правильное решение. Ты попробовал несколько раз погангать, но ничего не вышло. И теперь тебе нужно фармить. Если бы вышло, то очень сильно бы оторвался в Нетворс, потому что зарабатывал бы деньги, убивал бы героев и при этом еще и фармил. Но смерти, конечно. А, кстати, нет, он даже не умирал. Он просто, ну, отступал. Все равно терял время. И при этом не зарабатывал деньги. Пайлайдай. Топи подпушивает этот тавер, но он прямо хочет снести. Все-таки то, что вендрейджер нужен фарм, заставляют его играть вот в подобном стиле. Все время где-то что-то пытаться зафармить. Нет, вы посмотрите, опять идут в атаку. Цепляю. Да, на этот раз Диспрофит. Большие проблемы у нее. Минус Диспрофит. Не хватило Диспрофит. Ой, как Инвокер сейчас попадает. Вичдоктор теряет очень много мана. Опарэйшн также битый. Барабаны. Пак запрыгивает. Уходит в шив. И не успевает Заюза Сайланс. Какая ошибка от Пака. Лайфстилер пытается прогрызть Никса. Убивает Никса. Ульт от Опарэйшн ни в кого не попадает. Инвокер просто как бешено носится под барабанами. Лайфстилера расстреливают. Расстреливают. Боже, как расстреливают сейчас Лайфстилера. Смогут ли убить Вичдоктора? Кулснэп. Паруточку автоатак. Минус Вичдоктор. Став. Если свап, свапа нету. Ставна нету. Инвокер убежит. Инвокера здесь не достать. И 3 в 2. Размен от Пауэрэйнджера. Смогут кайтеля Лайфстилера очень здорово. Нужно здесь, конечно, какой-то либо башер. А лучше и башер, и Сэнджин Яшу, чтобы быть достаточно быстрым, чтобы фиксировать оппонента. Ну, Сэнджин Яша нет, наверное, лишнего, все-таки, учитывая наличие Пака. Но башер просто необходим. Иначе будет с Лайфстилером то, что сейчас мы видели, когда он бегает. И его просто 3 героя расстреливают с разных сторон. Он как зверя в клетке, практически. Очень здорово смотрится Синг-Синг в этой игре. Не по его каким-то действиям. Ну, хотя и по его действиям тоже. Он несколько неплохих ЕМП зарядил. Но прежде всего по его реальной силе героя у него все получается. И сейчас он действительно один из самых опасных героев Клауд Найн. Персонажей, так сказать. Инвокер в Голст Волке. Есть у него Торнадо, есть Инвок. Ну, скорее всего, опять будет Торнадо и ЕМП пытаться скастовать. Пак. Пытается просветить Рошана. Пошла ульта. Карапасы потрачены. И Инвокер сейчас будет закидывать все, что только есть у него. Ой, как неудачно. Как неудачно, боже мой. ЕМП какое. Это сейчас просто может быть очень больно. Нет. Вич-доктор, какая игра от ФНГ. Великолепно сыграл. Это просто великолепнейшая игра от ФНГ. Он сейчас всю драку затащил. Кинул банки наверх. За счет вот этого ворда. И поставил наверх же ультимейт. Это важно поставить именно наверх ультимейт, чтобы он не мясовал снизу. И просто двоих героев изничтожил. Хотя очень сильные эти были герои. И могли они там просто покарать команду Пау Рейнджерс. Но очередная, очередная драка от Рейнджеров. И опять они выходят победителями. Забирают Рошана. Забирают два фрага. В том числе жирного инвокера мощного. Инвокера чуть назад отбрасывают. Энви. У Энви все еще ничего нет. У него даже нет армлета до сих пор. Я там уже заговорил про Башер. Но рановато. Безусловно. В то время как Аганим у Оперейшена. Но что графики-то? Графики все еще не могут сдвинуться с мертвой точки. Все еще минимальное преимущество. Ну уже преимущество Пау Рейнджерс. Но оно все еще минимальное. И по XP немного. И по золоту немного. Но еще нужно немного добавить. Совсем чуть-чуть. Просто опасаюсь, что досидят до лейта. Клауд Найн. И там уже будет, ну, тяжело. Слишком тяжело с Дес Профит. Все-таки Дес Профит... Дес Профит можно откатить очень легко. И без ультимейта это не боец. Ну, боец, но это достаточно слабый герой. И видите, появляются раз Фор Став. Два Фор Став. Два Фор Став уже. Это как раз для того, чтобы грамотно отступать, когда нападает Дес Профит. Так, пропал... Сошел Смок. Ставится... Ой-ой-ой. Ставится сюда Сентряк. И видят... Да, Чижерский Кот понял, что там стоит в Сентре. Выходит Сайленс, ну, Чижерский Кот, ну, что ты делаешь? Ну, какая ошибка просто. Уокер. Ни по кому не попадает Апарэйшн. И сейчас нужно убегать. Нужно Рейнджерам убегать со всей скорости, которая у них только есть. Ну... Как же так-то? Апарэйшн оцепляют. У него нет ультимейта. Рейнджер здесь же. Пауэршот. Не попадает ни по кому. Нет, мы не стали гнаться. А, Лайфстилера нет. Лол. Я что-то пропустил. То, что он еще не степешился. Но вообще, конечно, потеря Никса практически на ровном месте. Да, Пак потратил свой прокаст. Но так как в очень неудачной позиции Пауэрэнджер находились, им нужно было отступить. Они отступили. Ну, и Энви продолжает фармить. Сейчас очень много выигрывают Клауд Найн. Они тянут время. И тянуть они время еще будут. Ой, как долго. Ой, это Дэскрофит без мана. Она поднимает себя в воздух вовремя. Но хрипов нету. И очень тяжело пушить эту вышку. Еще и фортификейшн. Сейчас, я думаю, возможен врыв. ТП. В последний момент, скорее всего, будет телепорт от Лайфстилера. Нет, он не успел. Он не успел и не будет здесь драки. Кристал Мэйден. Он очень интересной позицией, Кристал Мэйден. Не видели ее. Очень рискует АЮ сейчас. Но зато, если он выйдет, он может, конечно, очень серьезно сыграть здесь. Ник с девятого левела. Ой, я что-то подохрип. Вендетта. Но, по-моему, видел его. Неужели не видел его Бон Севен? Уходит Бон Севен вовремя. Сайланс раскастовывается. Спасается Бон Севен. Очень неудачная позиция опять у Пауэрэнджерс из-за того, что они погнались за этим паком. Энви ломает им вышку. Они тоже пытаются сломать Тавар. Кристал Мэйден. В позиции палец и Кристал Мэйден. Нужно уходить. Боже мой. Какая ошибка. Неужели Айю успеет уйти? Ну как Никс не попал по нему станом? Я не понимаю. Падает вышка. Денает ее инвокер. Просто пошла у нас игра каких-то отличных действий, но и достаточно грубых ошибок. И, конечно, сейчас Лайфстиллер на фоне остальных героев поднялся очень сильно. Фактически 5 героев команды Пауэрэнджерс и 4 героя команды Клауд Найн ничего не делали. Ни те, ни другие. Единственный герой, который что-то делал, это Лайфстиллер. Он фармил. Он фармил. И, посмотрите, по Нетворцу он сразу вышел на четвертую позицию, практически догнав и Дес Профита, и инвокера. Ну, Винга, безусловно, впереди. Все-таки две сломанные вышки. Это много. Да, Аегис, который был на Вингене, позволил начать атаку. Скорее всего, именно Аегис, потому что больше ничего там не останавливало. Несколько раз были очень удачные позиции. Пайлайдай покупает телепорт, но нет у него еще телепортации. Делал какой-то фурстав. В общем, психанул очень жестко. Боялся, что его убьют. Аегис через минуту закончится. Как-то долго лежит Аегис. Я прямо даже забыл про него в какой-то момент игры. Ну что ж. Лайфстиллер рискует. Винга чуть далековато была, так можно было бы подсвапнуть. Но Лайфстиллер уходит. 2000 у Лайфстиллера. Инвокер уже есть первый Некрономикон. ЦМка. Пока у ЦМки особо ничего нет. Лайфстиллер уходит с ТП. И у Пака. У Пака 2100. Наверное, сейчас продаст Смог, купит все Ультимейт Орб. Или все-таки оставляет на байбэк. Да, наверное, на такой стадии рано еще на байбэк оставлять. Хотя, пик команды Пауэрэнджа с таков, что... Все-таки байбэк это не так уж и плохо. Потому что сломать они могут очень-очень быстро. Смотрите, идут пушить вышку. Эту вышку точно не будут дефить игроки команды Cloud9. Все, нету больше Аегиса. Инвокер подпушивает топ. И посмотрите, сейчас фармит Лайфстиллер, фармит Инвокер. В то время как игроки Пауэрэнджа с не делают ничего. Они идут в этот риск осознанный. Ради того, чтобы иметь возможность зайти сейчас на хайграунд. И у них сейчас отличный шанс. У них сильный пик. У них толстая Дэспрофит. У них неплохо заряженный Никс уже. У них Апарэйшн с Аганимом. И это все для того, чтобы пушить рампу. Ну, момент... Можно сказать, момент истины. Ну, и, конечно, если они не пропушат, то у них все будет достаточно плохо. Пауэршот. Нова. Так. Надо ЕМП. Дэспрофит успевает себя поднять в воздух. Сохраняет ману. Это важно. Минус 500 маны, конечно, это было бы совсем не кстати. Еще один пауэршот. Мека заходит, которая была куплена Вичдоктором. Лайфстиллер пытается здесь изо всех сил проломать. Не понимает, что пока есть ульф. Пак врывается. Какой жесткий шекл. Шекл просто уничтожает Вичдоктора в секунду. Винга, БКБ. Инвокер уходит на форстафе. Бараки целы. Никс очень битый. Нужно спасаться. Нужно спасаться. Ну, а кто даст-то спастись? Здесь просто не отпустят. Какие ветерки. Попадает только один герой на ветерки. Минус Никс. Не успевает сделать ничего. Шекл просто шикарный. Сейчас может быть тимвайп. Минус кристалл мэйд. Лайфстиллер все еще жив. Минусует Вингу. Продо Фатас. Какой медленный Лайфстиллер. Но цепляет. Диспрофит. Поднимает она в воздух пака. Диспрофит уйдет. Тимвайпа не будет. Она слишком быстрая. Слишком большой моспит. Под фейзами. Под еулом. Смогли убить инвокера. Опарейшн дожег его ультом. Минус кристалл мэйд. Но в целом, конечно, отбились Клауд Найн очень жестко. Там влетел разом и шекл. И от пака отличный раскаст. И бараки стоят. И сколько времени Лайфстиллер здесь фармил. Он и вышку снес. И нафармил себе много экспы. Много артефактов. Купил Владимир разом. Покупает пак второй догон. Ой-ой-ой. В бурст дэмэдж идут. Но может быть пресс. В попытках отбиться это будет не лишним. Не знаю. На мой взгляд, конечно... Да не, хотя правильно. Все правильно делает Бон Саван. Я смотрю сейчас на пик Пауэрэнджерс. Понимаю, что здесь нету такого героя, которого важно захексить и убить быстро. Ну нету такого героя. Нет никакого жесткого дэмэджа. Ничего нету. Важно нанести урон. И для этого догон подходит лучше, чем любой другой спелл. ФНГ. ФНГ был один. Он рисковал. Но Энви рисковал еще больше. Если бы зашел и встретил целую кучу оппонентов. Поэтому не стал он заходить на рампу. Хотя, конечно, уже у Энви дела очень неплохо. И посмотрите, он догоняет потихонечку Вингу. Догоняет Диспрофит. Эншент-а формят. Ну здесь всего лишь дабл стак. Это не так много. Яши у Винги тем временем. Да. Не одно БКБ всего-навсего. Пошла ульта Аппарейшена. Это по душу Энви. Попытаются сейчас пропушить как можно сильнее бот, чтобы потом отступить на Рошанну. Но возможности такой не будет. Потому что придется отступать на мид изначально. Пропушат бот сколько смогут. У Диспрофит нету телепорта. Сразу же отступает за ТП. Ну и здесь вышка потеряет достаточно много хп сейчас из-за некрачей. Еще и Пайлайдай фокусит ее. Ой-ой-ой, они видят. Они видят героев соперника. И почему-то не пытаются даже сделать. Хотят поменяться бараками. Никс Ассасин. В позиции. Он пытается сбить ТП скорее всего. Никс врывается. Станет только инвокером. Но у инвокера большие проблемы. Очень больно. Инвокер уходит в инвес. Инвокер выживет. Тем временем с догона пак уничтожает Никса и отходит. Снизу Диспрофит пытается убить бараки. Да, ну нужно что-то делать. Нет, бараки выживут. Диспрофит поднимает себя в воздух. Барабаны. Да, Диспрофит минус. Отличный Сайленс. Но живет до конца. Борется за Икс. Все же пак забирает этот фраг. Один из важнейших моментов сейчас игры. Немножечко не повезло со станом Никса. Если бы он попал по большему количеству героев, было бы, конечно, поинтереснее. Но сейчас просто пак реализовал свой догон. Минус нул Никса, минус нули Диспрофит. При этом лайфстилер опять львиную долю времени провел на верхней линии, где он ничего не делал, кроме как фармил. Ну и что мы сейчас? Практически керасу увидим у него. Если там нет. Ну пока еще нету керасы. Нету ничего в куре. Но это будет уже очень мощно. И пак с третьим догоном, конечно, дорого обойдется. Инвокер третий, не кратчи. И лайфстилер на первом месте по форму. Вот. Вот этот момент, когда удалось снести две вышки и поджать бараки. Но после него последовал неудачный размен. Потом еще много времени потеряли. Еще один неудачный размен. И 3000 проигрывают золотом. Опытом проигрывают уже почти десятку. И все-таки мои опасения все более и более становятся реальны, что Клауд Найн одержит здесь победу. Ну это, конечно, хорошо. У нас останется интрига. На матч с ВП. Но рейнджеры, конечно, молодцы. И они все еще не сдаются. У них есть шанс. У них такое вомбо-комбо имеется. Operation плюс Witch Doctor. Могут много урона нанести эти саппорта. Ну и опять Энви. На этот раз, правда, Рошана могут отдать. Ну, постараются. Видите, что старается сделать инвокер? Поднимает Вингу. Минус вся мана у Муна. Бедный Мун. Как же мало у него остается маны. 170 маны. Очень тяжело забрать Рошана. Огромное количество различных сплов, которыми спамят. Вот и сейчас. Witch Doctor включает хил. Это четвертый хил. Мана достаточно быстро тикает. Но и хилит достаточно неплохо. Ой-ой-ой. Какой сейчас опасный момент. Нет, тогда тут Рошана. Да, определенно. Надают Рошана. Здесь же Некрачи. Инвокер. Опять ЕМП. Забирает Деспрофит Некрача. Нету маны у Муна. Абсолютно. Есть цир. Пак. Савит. Раскаст. Отличный. Входит Мека. Есть цир. Есть Аегис. Передают. Такое ощущение, что Деспрофит цир нет. У нее срабатывает ультимейт. И инвокер можно цеплять. Инвокер. Маледикт. Стан. Еще что-нибудь добавить в инвокера. Маледикт работает. Саунс висит. Уходит в инвиз. И. И последний. Последний тик Маледикта. Живет. Уходит с ТП. И никто абсолютно его не пытается остановить. Не видели просто-напросто. Лайфстилер толкнул мид. Очень здорово. Тянут время. Очень жестко тянут время. Пайлайдай теперь тянет время. У него, кстати, Гемму нельзя ошибаться. Пошел ультопарейшн. Куда непонятно. Да. Ну и здесь правильно мыслит чеширский кот. Но Пайлайдай ему, конечно, не поймать. Хотя у Пайлайдай не было ТП. И найти его, выбить Гемм. Было бы очень крутым. Забираю Трошана сейчас. Есть Аегис. Есть Сыр. Если Винга его не съела. Такое ощущение, что Винга его все-таки съела. Давайте Ф5 нажмем. Посмотрим. Да. Винга съела Сыра. У него абсолютно не было ману. Для того, чтобы зацепить инвокера. Тем не менее, инвокера зацепить не удалось. Никс Ассасин все-таки находит Виндрейнджер. Молодец шиширский кот. До конца доиграл эту ситуацию. Выкладывает Пурманшилд. Забирает Гемм. Нет. Выкладывает Стик. Не может определиться, что же ему важнее. Ну, хорошо. Пайлайдай, конечно, в очередной раз смотрится все хуже и хуже в этой игре. Вроде бы только у него начало что-то лучаться. Но теряет Гемм. И это плохо. Ну, вот кто действительно смотрится все опаснее и опаснее, так это Энви. Энви, у которого уже готова Кираса. Который вышел на первое место по Нетворцу. Хотя долгое время отставал. Ну, и, в общем-то, Лайфстиллер, конечно, герой-то пострашнее будет, чем та же Дэс Профит. Пострашнее, чем Винга. Ну, переводят в лейт. У Пака уже четвертый догон. Ну, знаете, у Вичдоктора 800 хп. Четвертый догон снимает 700, ну, где-то 500 хп чистыми. Плюс раскаст, Вичдоктору жить очень тяжело. Даже если он юзает Мекку и находится под хилом, все равно ему больно. Он, кстати, грамотно купил себе Клок, и этот магический урон хоть как-то будет нивелирован. Даже, я бы сказал, достаточно сильно. Просто продолжают бомбардировать Энви этими ультимейтами, но ему, как видите, абсолютно не страшно. Он понимает прекрасно, что он один. Очередной Метеорит. Что у нас у Инвокера? Ну, Метеорит катится очень далеко, но абсолютно не дамажит из-за того, что у нас Инвокер с Экзортом на единичку. Сбирает Энвиз. Ну, и кажется, сейчас удастся подпушить нижнюю линию. Да, очень неплохо. И можно одна Дес Профит толкнет ее здесь. Тем временем, нужно остальные линии отжимать и быстро бежать вниз. Как можно быстрее. Да, рисует, рисует ФНГ, что нам нужно сейчас отпушить мид, убить эту пачку и бежать срочно вниз. Где Дес Профит с Аегисом, с ультимейтом. Ой, ну им же не дадут. Ну, как неудачно. Мека входит. Нужно драться до конца, бороться. ЕМП. Вич Доктор умирает. Ему сжигает всю ману. Лайфстиллер. Садится в крипа. Живет. Лайфстиллер садится в крипа и живет очень долго. Сайленсный Инвокер. Убивает некрачей. Но смерть Вич Доктора была очень невовремя. Такой шанс сейчас был. Лайфстиллер вылезает из крипа. Рановато, кстати говоря. Но, видимо, там уже в последний момент. И все-таки он живет. Все-таки у него все замечательно. Винрейнджер. Поднимают воздух. Зачем? В попытку улететь. СТП. Свап, свап, свап. Ну, нет. Что? Кого? Мисклик. Мисклик от Муна. Он кликнул на Апарейшн. Ну, конечно, мискликнуть радиус был. Разница. Расстояние очень большая была. Между Апарейшн и Вингой. Но, видимо, тоже спешил в судорожную. Нажимал свап. И свапнулся случайно с Апарейшн. Хотя, конечно, хотел свапнуть. А может, он хотел специально Апарейшн и застанет? Да нет. Это все фигня. Хотел свапнуть по-любому. Финдрейнджер, Карапасы, Никс и Стики. Ну, а Ю даже не пытается особо ничего сделать. Стики не прожимает, потому что все равно он здесь бы умер. Ой, какой замес. Какой замес. 35 минут игры и всего лишь 3000 преимущества Cloud9 по золоту. 5000 по опыту. Это мелочь. Пытаются, пытаются перейти в куш. Но понимают, что у них есть Аегис. Это большое преимущество. И лоб в лоб достаточно тяжело драться. Активирует ультимейт. Для того, чтобы забрать вышку. Пак раскастовывается. Лайфстилер минус Вичдоктор. Сразу же. Не успевает поражать меку. Бонсевен большие проблемы. Бонсевен умирает. Убивает с доминейтингом. Теряет много золота. Инвокер. Как больно сейчас. Выбивает Аегис. Только за счет Некрача. КБ. Сайланс. Отлично играет за XC. Барабан. Но будут пытаться догонять. Нет. Death Profit не догнать. Она слишком быстрая. Можно попытаться зацепить Вингу. Но у нее тоже барабаны и манта. Один в один поменялись. Паканович Доктор. Не самый лучший размен для Клауд Найн. Но они выбили Аегис. Теперь Аегиса не будет. Инвокер. Нужен ассист. Нужен ультапарейшена. Вниз, вниз, вниз. Вот пингует туда. Апарейшен. Я сейчас кину. Ну, ну, ну. Где ульта аппарата? Летит, 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 летит ульта аппарата. Все, нужно атаковать. И это минус инвокер. Все, никуда он не должен уходить. 18 секунд. Не выживет. Нет, 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 нет. Все, умирает. Он умер. Да, буквально еще один тик. Инвокер умрет. А ему еще 3-4 тика нужно пережить. Ульта второго левела. То есть 11% хитов. 11% хитов это 170 единиц где-то. Как видите, у инвокера сейчас 180. 72 раза или даже один раз и инвокер в таверне. Субтитры сделал DimaTorzok Да, все. Все, давайте посмотрим, как Синк умрет. Ну, собственно, бум. Умирает Синк-Синк. Да, Вичдоктору надо задуматься о своих хитпоинтах. Все-таки при всех его плюсах, китов у него достаточно мало. И Пак его с прокаста убивает очень-очень бодро. Дрейнджер расстреливается, убивает крипов. Диспрофит подходит. Ну и на топе остается Никс. Да, конечно, то, что Никс на топе делает практически невозможным. Здесь пуш. Ну, может, одну вышку снимут. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, как так-то? Просто умирает очень быстро. Вичдоктор. Отличный ультимейт от Пака. Уходит он в инвиз. Тайландс, ветерки, воздух. И вдогон просто в госскипетр, который заюзывал Operation, чтобы выжить. Ну, госскипетр. Там никак он не выживал. В общем, ни госскипетр. Ничего не помогало абсолютно. Да, нельзя было идти атаковать без Никса. Более того, отлично сыграл Пайлайдай. По-моему, один из тех моментов. Вот он играет в целом неважно. Но вот эти шехлы, которые периодически залетают, они делают очень большую работу. Лайфстиллер. Инфест-бомба. Неужели бараки потеряют? Ой-ой-ой-ой-ой. Что с Никрачом происходит вообще? С ума сойти. Вынуждают байбэкнуться Operation, что для Operation не очень хорошо. С другой стороны, у него, как у Саппорта, есть уже очень много всего. Хватит крысить. Давайте поиграем в доту. Говорит ФНГ. Ну да. Кого ты пытаешься образумить вообще? Ребят, которые играли в 5 мидасов. В 5 мы не играли, в 4, в 3. Оперейшн толкает нижнюю линию. Понимаю, что сейчас появится Рошан вот-вот. Но Рошана еще нет. Более того, его еще не будет более минут. Полторы минуты фактически не будет Рошана. И в пятером пытаются поддавить мид. Но опять Cloud9 находит возможность для того, чтобы засплитпушить. Правда, не успеют они встретить, как следует. Да, все прекрасно понимают, что находится Никс. Ну, отдадут эту вышку. Кэйшн. Но тут вышка не должна выживать. Ой-ой-ой, Диспрофит, Диспрофит. Пятнение, Сайланс. Неплохо, вгрызается в пакар. Тот отстреливается догоном. Шекл какой, ну что творит? Просто Пайлайдай. И уйдет Диспрофит только за счет своего мувспида и жира, который она накопила за все это время. Более того, сейчас КП восстановится за счет того, что закончится ульта. Пайлайдай цепляют его. Ульта не попадает в Пайлайдай, успевает зафорстафиться. Да, конечно, Пайлайдай сейчас все свои ошибки разум окупил. Копарейшн цепляю. Сайланс, форстаф. Свап, лайфстиллеры. Можно убить лайфстиллеры. Убивают лайфстиллера. 75 секунд. БКБ. Как больно Синсингу, но он поставил отличный СВО последнюю тычку. Неужели выживет? Террор. 3, 2, 1. Нужно использовать террор. Террором добить можно. Не добивает террором, потому что просто он форстафится. И пак. Боже, какой раз каст от пака. Падает Никс. Падает Винга. Диспрофит уже без ультимейта. Диспрофит поднимает себя в воздух. Ут от Кристал Мейдвин. Диспрофит. Неужели уйдет? Неужели уйдет Диспрофит? Пайлайдай опять настигает. И Кристал Мейдвин забирает. Фраг Сайланс пытаются убить. Сейчас еще и Никса судорожно пингуют. Нет, Никс. Это Вичдоктор. Никс выкупается. Ну, конечно. Рошана чекают. Да, но нету. Нету никого на Рошане. Конечно, здорово сейчас все сделали Клауд Найн. Казалось бы, отдали Лайфстиллеру. Но заманили соперника на базу. Без особо каких-то... Ну, с кулдаунами важнейших спеллов. Ворвался в очередной раз с Бон Севен. Вот кто действительно играет здорово, так это Бон Севен. Практически безошибочно эту игру. Ну, и очень-очень хорошая от него инициация. Что и требовалось, в общем-то, от пака в этой игре. Но по-прежнему под литом Death Profit драться проблематично. Сносит вышку. Лайфстиллер из ДД, Салакрити. Урон там колоссальный. ДПС колоссальный. 6-6 по вышкам. Нет, даже 7-6. 7-7, боже мой. 7-7 по вышкам. Пай Вай Дай. Мало маны-то. Маловато маны у тебя, Пай Вай Дай. И поджимаются, зажимаются немного игроки команды. Ну, очень все просто. Если они идут нападать, там все ясно. Ты дошел до рампы, включил ультимейт, начинаешь ломать, провоцировать на драку. В чистом поле драться очень тяжело. Ты нажмешь ультимейт, все, все разбегутся. Поставит инвокер Айс Волл, уйдет пак, лайфстиллер на рейдже побежит. Ну, убьешь, допустим, ЦМку и то, что навряд ли. Или Виндрейнджер. Ну, 3 форстафа и все есть для отступления. Очень грамотный и тембилд. Или даже 4 форстаф. Нет, пока что 3, но я думаю, что пак может прикупить себя. Потому что это важнейший сейчас фактор игры. Смогут ли Клауд Найн отступить и развести на ультимейт Деспрофит, переждать его и потом подраться уже без него. Потому что без него они очень сильны. С ультимейтом Деспрофит урона слишком много. Оперейшн тоже не тратит свой ультимейт, понимают. Ну, кстати, сейчас очень хорошо он попадает. Да, здорово. Здорово попадает и заставляет отступить. И неграчи уже вызваны. Здесь курьер висит. В курьере рецепт на Тараску. Очень опасно курьер висит. Пак залезает в лайфстилера. Это было бы интересно, на самом деле, если бы все произошло именно так, как я сказал. Но на самом деле лайфстилер, конечно, залезает в пака. Ну, я бы посмотрел, как все происходит наоборот. Такой реверс инфест-бомба. Ну и уходят они отсюда, в общем-то. Слушайте, это... Если сейчас увидят Power Rangers, это минус Рошан. Ак ушел. Можно потратить Ульдис Профит. Это будет стоить того. Заходит. Ульдис Профит не тратится пока что. Пауэршот. Да, все, Ульдис Профит активируется. Рошан очень битый. Пак в позиции. 2300 хп. 1900 хп. Инвокер. Не успевают ничего абсолютно забрать игроки команды Power Rangers. И здесь нужно отступать. Шекл. Свап. Большие проблемы у Пайлайдая. Неужели он выживет? Боже мой. Как он... Что творится? И Кристал Мейден. Форстафет дальше. Нет, Operation забирает фраг. И тратится... Теряют гем. Да, Пайлайдая слишком агрессивно сыграл. Пак врывается. Отличный рассказ. Чижевский Кот. Чижевский Кот умирает. Лайфстилер. Какой урон с догона. Наносит Пак. Минус Operation. Это минус 3. Уже выбит. Аегис нет. Ульта Дис Профит. Есть Ир. Лайфстилер. Нужно попытаться каким-то образом заковырять. Да, убивают Лайфстилера. Здорово. Но Пак все еще жив. Дис Профит. Ставит СМП. Нету мана у Дис Профит. Нужно активировать сыр. Последняя тычка. Пак забирает. Доминейтинг у Пака. Нету мана у Дис Профит. Ее продолжают резать. Не крочи. Инвокер преследует Дис Профит. Оперейшн. Есть ульта. Нужно стоит попробовать откидывать. Но слишком далеко улетает ульт. Его привязывают. Выкидывает ульт куда-то в другой конец карты. Перелет. Отличный Сайллс по пятерым. Догон в Этериал. Дис Профит уходит. Уже прожав сыр. Потратил абсолютно всю ману. Там то ли ЕМП опять залетел. То ли не крочи еще бедя. Скорее всего и не крочи выжигают. И ЕМП выжигает. И мана конечно очень сильно не хватает. В итоге потеряв одного лишь только Этерна Ленви. Ну и изначально конечно потеряли Паэлл Айдая. Но Паэлл Айдая на этот раз умер. Но сколько он вынудил потратить на себя всего. Он просто залетел. И всю воду смутил. Рейнджером. Такой какой-то быстрый Гонзалес. Синг-синг до сих пор ничего не может. Никакой артефакт появиться. Нету денег. Уже у Паэл Айдая. Скоро появится что-то дополнительное. Энви отсиживается в таверне. Да. Но в итоге рейнджеры. Ну как бы в минус им все это произошло. Потому что да. Они Роши-то забрали. Но они сколько героев потеряли. И Аегис они потратили. И Сыра они потратили. И сейчас уже видно. Насколько сильны все-таки в драке. И мобильные. В целом. Клауд Найн. Ну вот как их заставить драться под ультом Баньши. Ну это нужно просто как-то привязать всех пятерых к чему-то. Это только пушить базу. Это единственный шанс. А пушить базу уже без Аегиса. Следующего Аегиса ждать очень долго. И конечно Клауд Найн. Да. Виндрейнджер покупает даггер. Вот неспроста все это. Для того чтобы быстро отступить. А потом быстро ворваться. Здесь не нужен никакой урон уже. Урона много. Но он нужен конечно. Ну так. И сейчас наверное решающий шанс. Бараки можно успеть сломать. Инвокер. Как залетает инвокер. Просто шикарный рассказ. Никс падает. Пак раскастовывается. Диспрофит. Прямо под ультом Диспрофит. Начинают вырезать игроки команды Клауд Найн. Уже минус 2. Пиндрейнджер минусует Вичдоктора. Попытка забрать последний барак. Но есть фортификейшн. Ультопарейшн. Влетела только поэтому Клауд Найн отступили. Но сейчас они пойдут в ответную атаку. Мун. 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 Уходит Мун. Пак. Пытается настигнуть кого-то. Не удается ему это сделать. ЗАХС скорее всего не догонит. Пытается достать ветерками. Но ЗАХС настолько быстро посмотреть, что его собственные спириты не догоняют. Ламбада. В исполнении Диспрофит. Хоровод настоящий. Все. Наконец-то догоняют ее духи. И ОПАРЭЙШН. ОПАРЭЙШН. УБИВАЕТ ПАКА КАКИМ ОБРАЗОМ? НЕУЖЕЛЕ УЛЬТИМЕЙТОМ? ФАНТАСТИКА. Вот это важнейший сейчас был фраг. Казалось бы на пустом месте. Как он его там вообще подстрелил? Учитывая, что у пака шифт, его не просто убить ультимейтом. Его надо прямо, чтобы у него совсем мало хп оставалось. Иначе он просто просидит в шифте очень много времени. Видимо не удалось на этот раз. Да, 48 минут. 49 минут у нас длится эта игра. Никто не хочет отступать. И рейнджеры, они сломали ведь один барак. Пусть это рейнджовый барак. И как бы это не так много дает на такой стадии. Но все-таки сломали. Что по графикам? По графикам все больше преимущества Cloud9. Но опять же, 50-е минуты игры. Что эти 4 тысячи золота, 13 тысяч оп... Все решает абсолютно... Может решить каждый шаг. Нет, 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 вы не достанете Пайлодай. Он купил себе специально столько артефактов на Escape, чтобы, ну, никоим образом не нафидить. Пак, а 5 секунд еще не будет. Да, все, появляется пак. Ну что? Death Prophet, ультимейт. Радиант структуры are fortified. БКБ еще целых 7 секунд. Fortification. Использует рейдинг. И воздух поднимает. Death Prophet взрывается. И не успел поднять. Воздух какой шекл. И спасает Death Prophet свапа Moon. Великолепная игра. Ну, конечно, Пайлодай сейчас зацарил. Но Moon вытащил Death Prophet. Да, ну и тем самым атака закончена. Отбились. Пайлодай просто... Обретает кураж. Пак. Зацепил. Вингу, Винга, БКБ уходит. Уходит Винга. Пак, судя по всему, фармит себе. Такое ощущение, что рефрешер. Ну, потому что, если он сейчас зафармит себе рефрешер, два сайланса. Это 560 и еще 560. Это 1020 и 1600. Это просто фантастический урон. 2620 и 2 ультимейта. Эммм. Какой урон-то здесь? Непонятно. Ну, 200, наверное. Еще 400. Короче, 3000 урона по какой-то цели сможет нанести Пак. Что, в принципе, даже для Death Prophet станет проблемой. Если она не успеет включить БКБшку. Еще часть из этого влетит сплэшем по остальным героям. Синг-синг. У Синг-синга Метеор уже сильнее в 4 раза, чем был. Потому что вкачал он еще. Да, инвокер, конечно, слабее не становится со временем. Что и говорить. Еще одна будет попытка зайти по вот этой ослабленной стороне. Все-таки вышку пушить тяжело. И единственный шанс это сломать сторону, где вышки нет. Ну, и то он весьма призрачный. Тяжело ломается. Виндрейнджер уходит домой. 3000 появляется сверху. Скоро уже задумается о Хиксе. Но здесь, конечно, я бы советовал Cloud9 собирать каких-то Некрачей. Собирать, может быть, какие-то Шивы. Для того, чтобы выпускать под ульт Диспрофит. Убивать всех крипов, которые приходят. И наносить много урона. Кому же Некрачи тоже. Диспрофит ультимейт. 700 маны всего-навсего. Ну, фортификейшна нету. Шекл. Ой, какой Шекл. Но попадает в крипов. Инвокер раскастовывается. Диспрофит должна успеть. Поднять себя в воздух. Не поднимает. Догон. Влетает ультимейт. Ультимейт. Вообще непонятно в кого влетает. Хекс уже появляется у Синг-Синга. Не дают сломать барак. Просто не дают подойти. Боже мой, что сейчас сделал Бон Севен. Лифтилер забирает Никса. Вичдоктор. Ставит ультимейт. Неплохо. Нет, минус Вичдоктор. Винга пытается драться. Лифтилер умирает от ульты Апарэйшна. Пак, пак. Ну, просто убийца пак. Шекл. Привязывает к дереву. Воздух поднимает. Апарэйшн минус. Винга минус. И опять теряют одного только Этернал Энви. И еще может и Диспрофит умереть. Ой-ой-ой, это опасно. Видит, видит ее. Пак, нет, не пойдет дальше. Диспрофит слишком много хитпоинтов. А лайфстилера убили, и то, в принципе, могли и не убить. Ну, как сыграл сейчас Бон Севен? Просто Дрим Койл чемпиона. Да, если бы это было еще и с рефрешером. Там я... Это, между прочим, получается... А, 0.05 секунд. Он встанет. Ну, все равно секундочку он бы продержал. Встанет. Существует. Ну, и герой без БКБ он продержал бы очень долго в Сайленсе. Вот он, собственно говоря, рефрешер. Может быть, рефрешер даже не для того, чтобы за одну драку использовать все, а для того, чтобы за две драки или в разных стадиях драки ворвался, раскастовался, отступил. Заюзал рефрешер, ворвался еще раз. Буквально там с небольшим разрывом по времени. Барак стоит, и барак-то регенится. Что самое неприятное, это милишный барак. Его так просто не снести. И, конечно, вот великолепное решение валвов сделать регенищийся барак милишный, причем регеновый увеличить в два раза, а в то же время рейнджовый барак не снести. То есть, если ты вот так вот долго пушишь, рейнджовый барак ты снесешь. Но милишный барак тебе снести в два раза сложнее, чем раньше. Хотя основной барак по-прежнему остается милишный, несмотря на то, что рейнджовому сделали усиление. Теперь каты дамажат больше, по-моему. Рошан, кстати, появился. Бабочку венги. Да, вот вам и венга. Венга-то очень приличная. Но, конечно, все равно силы такой нету в этом герое. Это не кэрри все-таки. При всем уважении. Вардов нету. В слепую идут, фактически. Вот, поставили как раз-таки варды. Заходят фаржи куда-то, аппарэшн выкинул, ультю. Ой, сейчас как может быть опасно. Нету кристалмейден. Кстати, кристалмейден очень в драках незаметный и тяжеловато приходится. Поэтому, может быть, даже если она не ворвется, ничего страшного не будет. Ну, по факту, что дамажит от кристалмейден в драке? Прежде всего, ультимейт. Ультимейты здесь и не дают раскастовать. Слишком много всего. Ждут своих соперников на Рошане. А Клауд Найн ждут своих соперников тоже на Рошане. Интересную штуку сделал сейчас Синг-Синг. Он отвел крипов. Забавно. Отвел крипов на вот этот спаун. Причем с мида, судя по всему. Семка грамотно остается дома для того, чтобы отпушивать линии. Пак возвращается. Лайфстиллер все еще внутри. У Лайфстиллера, кстати, готов Мьелнер. Но это минус Рошан. Все, все заходит на Рошана и помешать будет очень тяжело. Хотя Виндрейнджер сейчас попробует это сделать. Но тут слишком уже толстые герои. И это все наказуемо. У Винги свап с огромным радиусом. Петеркин, Вокер раскастовывается. Не попадает ЕМП ни по кому. И Рошан падает. Да, вот теперь проблема под названием... А как с этого Рошана отступить-то? Ну пока ульт без пропит здесь, ему отступать не нужно. Но сейчас он закончится. Винга, как неудачно, Винга. Есть Аегис. Умирает. Хорошо, хороший ульт от Вичдоктора. Вичдоктор кастует. Очень много урона наносит. Нет. Минус Аппарейшн. Вичдоктор съедает сыр. Судя по всему, съедает сыр. Лайфстиллер опять очень битый, но уходит. Залезает в пак, а его не достать. Ничего с ним не сделать. Аппарейшн выкупается. Минус Аппарейшн, минус Никс, минус Аегис. Три в ноль драк. И на этот раз Лайфстиллер выжил. Инвокер, инвокер, ловит Деспрофит. Пак просто беспощадный Бон Севен. Что же он творит? Сайлнс успевает уйти в шифт пак. Успевает блинкануться с дайгера. И это минус 4. Сейчас нету такой вещи, которая мешает Клауд Найн отступить спокойно на мейн. И спокойно задэпить. Ульта Деспрофит не будет еще очень-очень долго. Инвокер поднимает еще и крипов в воздух. И пак уходит. Да, конечно, Бон Севен играет просто потрясающе. Как он здорово действует. Лайфстиллеру нужно будет продавать барабаны, покупать МКБ. Вингу пробивать достаточно тяжело. Деспрофит Кераса. Ну, Деспрофит, конечно, потрясает. Воображение Пайп тем временем появляется от Кристал Мейден. Хороший артефакт. Учитывая, что ульта Парейшн дамажит очень-очень больно. И, как правило, попадает по всем. Артефакт по-любому пригодится. Да, Cloud9 увеличивается превосходство в более чем 20 тысяч по опыту. Но по золоту оно еще даже не 10 тысяч. И играть можно. Хоть и сложно. Уже почти час длится эта игра. Да. Да, крайне слабый получился Никсу Power Rangers. Как бы не печально это было говорить. Но он действительно получился не очень сильным. Изначально практически ничего не мог сделать на топе. Из-за этого отстал. И до сих пор не может нагнать. И практически этого Никса не видно. Да и видно только фактически Дис Профит, Опарейшн и Вич Доктора. Да, Вич Доктор уплотняется. Сэндж купил для дизарма. Ну, теперь решил выйти в БКБ. И все еще сохраняют шансы Power Rangers-то на победу. Что Дис Профит в 6 слотов это серьезно. Ломают бараки. Фортификэйшн. Вынуждают отступить. И ломает рейнджовый барак Синг-Синг. Молодец. Да, пол барака нету. И форжи все еще живо. Последний форж. Последний форж. Но остается очень мало ХП, конечно. У барака здесь Синг-Синг его... Еще один такой заход, и он его добьет. Очень-очень легко. Кристалл Мэйден снизу. Ну, шанс сейчас. Чижевский кот должен убивать ЦМ-ку. Хотя, как ее... Я вот тоже сейчас сказал и подумал. Там же Пайп и Мека. Попробуй эту ЦМ-ку убей. У нее форстав, Пайп и Мека. То есть, магического урона от тебя она получит гораздо меньше. Еще захилится Меккой. Еще и барьер будет. 400 виртуальных АП-плюс. Иреген просто бешеный. Транквил и Пайп Мека. И форстав для эскейпа. И еще и стики. Конечно, Никсу, у которого форстав и Даггер. Убить такую ЦМ-ку нереально. Наверное, даже с ультом Апарэйшена. Только если каким-то образом успеть продамажить до того, как она активирует Пайп и нажмет Мекку. Но что тоже очень непросто, учитывая Пайп-то это... Это не просто барьер 400 единиц при активации. Это же еще и Худ встроенный. Да, это игра Cloud9. Они любят такую дот. Они чувствуют себя очень комфортно. В таком вот лейте. В таком хаосе, можно так сказать. Очень здорово проводят драки. EternalMV9.7 играет из Канады, между прочим. Но пин к этому парню не помеха. Подпушивает топ. Все, уже не выпускают. С базы 5 минут до Рошана. Да, между прочим, рейнджовых крипов появляется все больше. Плюс сич крипов появляется все больше. Это, конечно, вносит определенные коррективы. И эту сторону уже, как видите, отдавить тяжелее. Все-таки эти, посмотрите, крипы дамажат 67. У них единичек армора 600 хп. Время, как у обычных рейнджовых крипов. Пайп на всякий случай прожимает венга. Да, и в 2 раза меньше атака и хп. Фактически. Хекс покупает Death Profit вместо Родофаттеса, наверное. Да, Родофаттес, конечно, весело. Но Хекс гораздо полезнее. Он и по статам неплохо дает. Как сейчас Чеширского кота? Его, по-моему, не заметили. В противном случае ему могло быть очень-очень печально сейчас. Практически Хекс есть у Виндрейнджер. Пик команды Cloud9 все сильнее-сильнее. Ну, та же Виндрейнджер, она немногим-то венге уступает в лейте по своему ДПСу. Ну, уступает, конечно, но... Как бы Виндрейнджер сравнивается с Death Profit по своей эффективности и с Вингой. Постепенно. Потому что изначально она была бомжовским саппортом, сейчас у нее появляются артефакты, и сама по себе Виндрейнджер не такая уж и слабая. А вот Death Profit тяжело против Лайфстилера. И Винге тяжело против Лайфстилера. А Лайфстилер сейчас церемониться особо не будет. Его придется быстро убивать, потому что он огромный урон своими молниями будет наносить из Мьелнера. И просто с руки у него хороший урон. Но, конечно, главная проблема это вот этот вот летающий дракон, которого убить не очень сложно. У него не так много артефактов на эскейп. У него фактически один даггер и шифт. Его достаточно разок засайленсить и убить. Но попробуйте это сделать. Вот просто с Бон Севеном. Когда человек такой кураж поймал. Просто последите за ним в драке. Я тоже постараюсь последить, что он вообще делает. Лайфстилер. 63 минуты длится игра. Неужели собрались команды обновить рекорд? Казалось бы, в таком матче турнирно для одной из команд он совершенно ничего не решает. Для другой это важнейшая игра. Да, безусловно. Фенс Хелберт. Достается Вич-Доктору. 1700 хп. Вот 1700 хп уже не так и плохо. Но пак там все больше и больше имеет. В ощущении, что скоро он купит Этериал. И будет убивать Вич-Доктора даже с 2000 хп плюс и худом. Интересно, что будет собирать венга, криты какие-то. Нет, урон безусловно неплохой. Урон безусловно неплохой. 170. Ну, получается 330 уронов. Вона... РВЛА. Доминатор. Вот так вот решает венга в спирит. Ну, 300 урона для кэри. Это как бы просто добавить-то нечего к этому урону. Радиус атаки, ну, неплохой. Да, скорость атаки неплохая. Урон сам по себе неплохой. Но этот урон весь по одной цели. Нету никакого бонуса. В то время как у лайфстиллера есть его пассивка, которая добавляет там столько урона по той же Дэс Профит с первых ударов. И ему дают возможность асхиливаться так жестко, что просто... Ой-ой-ой-ой-ой. Даже Виндрейнджер уже имеет почти 200 урона. Так что здесь, конечно... Вич-Доктору стоит задуматься о БКБ и Аганиме. Но это вполне уже реально по такой игре. Деньги постепенно прибавляются. Конечно, он купил Али Бардоу. Но это весьма спорное, на мой взгляд. Все-таки, мне кажется, настраиваться на какую-то убер... ...возможность раскастоваться. Да даже не то, что раскастоваться. Просто включить БКБ. Ведь БКБ это не только возможность стоять там, кастовать. Это же неуязвимость от Пака. А Пак пока что это основная головная боль Вич-Доктора. О-ой-ой-ой, за Икс-Ц. Шекл не попадает, за Икс-Ц уйдет. Но вообще за Икс-Ц здесь очень тяжело пробить. У него под 30-ник армора. Дес-Профит хороша. Тихонечку обрастают контролями. Два Хекса появляется. Ну, более чем достаточной контролей сейчас у Клауд Найн. Это очень много, то, что они имеют. Эти два Хекса им просто с головы хватает, учитывая раскасты Пака, учитывая Шеклы и раскасты Инвокера. Вот, конечно, Пауэр Рейнджер здесь контролей бы не помешали. Именно агрессивная инициация и контроль. Ну, вот поэтому они тоже появляются Хексы и Экс-Ц. Развели на БКБ. Поймали. Ой-ой-ой, Пак. Ну, вот просто вы видели, какой урон этот Пак наносит? И ничего не сделать. Да, Лайфстиллер там погрызнул. Лайфстиллер-то две тысячи только сделал. Пак же, фактически, стал основной причиной смерти. Лайфстиллер залезает. И еще одна атака, еще один Хекс на этот раз Мун. Минус Винга. Вот она, пожалуйста, Кэрри Винга. Великолепно. И сейчас еще ловит Дэс Профит. Нужно как-то пытаться жить. Пак с рефрешем. Дэс Профит поднимает себя в воздух. Хайс Волн. Да. Минус Дэс Профит. 113 секунд ее не будет. Есть байбэк. Но имеет не смысл делать байбэк. ГГВП. Да, вот так вот у нас неожиданно закончилась эта игра. Что-то посыпались. Или фейк ГГ. Ну, что-то непонятное происходит. Ну да, все. Вот теперь уже не фейк. Теперь уже точно ГГ. Такое ощущение, что посыпались игроки команды Power Rangers. Просто потому, что когда пишет человек ГГ, потом пишет фейк, это... Лот. Ну, тяжело им было объективно. Здесь здорово сыграли Cloud9. Они были нацелены явно на победу. Если в первых двух играх тот же Eternal Envy действовал не очень здорово, то в последней игре они собрались. Да, не все получалось, но в итоге довели до победы. Я criticил. Здесь, наeger альбомrel.